Я думала, это будет дольше, но я уже почти всё сделала. Немножечко пенки тоже, чтобы сделать его немножечко воздушным. У меня закончился активатор, поэтому придётся сейчас развести ещё. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем улучшать два слайма. Они у меня уже старые, или вообще, в принципе, с начала покупки были не очень крутые, поэтому их нужно обязательно улучшить. Надеюсь, что у нас с вами получится их так изменить, чтобы вообще никто не узнал их, так что когда-то они были какими-то другими, и что у нас всё получится классно. Ну что ж, давайте скорее начинать, но не забудьте перед началом этого видео обязательно подписаться на мой канал, если сих пор не подписаны, а также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Вот наш ниндзя-слайм, и, кстати, он уменьшился. То есть я его оставила на столе, после того, как сняла видео, и посмотрите, он просто на половину банки уменьшился. Вопрос. Куда пропал слайм? Ну, я не знаю, что с ним, почему он такой маленький теперь, и он всё такой же по текстуре, так же плохо тянется, рвётся, пахнет так же, ну, прикольненько пахнет, неплохо. И из него даже ещё не вышли до конца пузырьки. Ну, почему он стал такой маленький, серьёзно? Ладно, не об этом, будем его размягчать сейчас. Пойду принесу тарелочку и подготовлю несколько ингредиентов, которые в первую очередь будем использовать. Я взяла тарелочку, положила в неё слайм, дальше будем добавлять ингредиенты сразу же. Добавлю сюда жидкое мыло, крем для рук, да побольше, потому что он лишним точно не будет. Во-первых, размягчит наш слайм, во-вторых, сделает классную текстуру. Ещё я добавлю сюда ароматизатор банана Крин. Этот ароматизатор очень вкусно пахнет, и ещё жёлтого цвета, даже оттенок ещё придаст нашему слайму. Немножечко клея. Я взяла белый, но, думаю, можно взять и прозрачный. И совсем немножечко пенки для бритья. Ещё мыло. И ещё крема. Заливаем сюда немножечко воды и ставим это всё в микроволновку, чтобы слайм подтаял, да и все ингредиенты тоже так растаялись, смешались между собой. Я уже вытащила слайм из микроволновки, он немножечко подтаял, тут вот водица и мыло, и всё это растаяло, поэтому сейчас, пока это всё такое горяченькое и очень жиденькое, всё это смешиваем в одну единую массу. Однородную массу. Уже получается очень такая приятная консистенция, хотя мы ещё не до конца домешали, но всё же. И я добавлю сюда побольше ароматизатор, так как пенка и мыло перебивают все запахи вкусные. Вау, посмотрите, какой яркий цвет у этого ароматизатора. Это просто как краситель ещё и нам сработало, даже краситель не придётся добавлять. Это очень круто. Сейчас слайм уже начинает охлаждаться так потихонечку и начинает тем самым становиться всё тверже и тверже. Очень приятная текстура получается, я уже это чувствую. Ну и понятное дело, так как мы сюда добавили много крема, воды, клей, также ароматизаторы и всего-всего-всего. Этот слайм, конечно же, разгустился, но нам этого и нужно было. А теперь нужно будет его аккуратненько загустить. Буквально капельку активатора я добавила. Замешиваем. Ну, потому что там много не понадобится особо. У меня закончился активатор, поэтому придётся сейчас развести ещё. Заливаю ещё активатор и замешиваю. Ой, наверное, я поторопилась замешать это всё вручную. Но он очень приятный, такой нежный. Блин! И цвет у него очень красивый. Ребята! Боже мой, чё делать, чё делать? Ну что ж, посмотрите, какой слайм у нас первый получился. Он просто идеален. В нём нет вообще никаких недостатков, честно. Подумать о том, что это когда-то был такой себе слайм, прям вообще отвратительно. Он ещё увеличился, к тому же. Мы уже много ингодиентов добавили, клей и дела всякие. Он очень красивый цвет, очень вкусно пахнет. И предлагаю сейчас его с вами задекорировать, добавить немножечко посыпочек. И да, вы же слышите, как он хрустит. Очень круто. И тянется. Но так как этот слайм пахнет у нас бананокрим, логично добавить сюда бананы. Для начала хочу сюда добавить вот такую посыпочку. Она очень приятная на ощупь. Ну и, конечно же, фильм бананы. Красотища! Давайте это всё, конечно же, перемешаем. Мне кажется, что эти добавки идеально подошли к этому слайму. И текстура у него чудесная. Мне кажется, мы на всех тысячу баллов улучшили этот слайм. И я рада, что у нас всё получилось. Давайте приступать ко второму слайму. Я уже принесла мисочку, ложечку, ну и сам слайм. Этот очень старый слайм от меня. Ему уже, не знаю, очень много времени. Я с ним очень давно не игралась. И это оригинал. Так что сейчас вытаскиваем отсюда маршмеллоу шарики. Все желательно. Потому что они нам будут мешать. Они, скорее всего, разломаются. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. И вообще мы будем делать абсолютно другой дизайн слайм. Поэтому эти нам не понадобятся. Шарики. Ой, тут шармик ананасика. Ну, мы тоже его пока что отложим. Я убрала отсюда абсолютно все маршмеллоу шарики. И тут остались только лишь посыпки и мелкие шарики, пенопластовые. Но пенопластовые шарики нам не помешают. И посыпки тоже, в принципе, нормально. Вот. Давайте теперь добавлять ингредиенты. Действовать мы будем по такому же принципу. Добавлять сюда разные ингредиенты. Я добавлю сюда обязательно очень много мыла. Потому что этот слайм должен быть очень хрустящим. А мыло как раз-таки и дает такую вот функцию нашему слайму. Немножечко пенки тоже, чтобы сделать его немножечко воздушным. Крема совсем чуть-чуть. Прям очень мало крема. Хоть этот слайм и вкусно пахнет, я решила добавить сюда запах маршмеллоу. Он очень вкусно пахнет. И сюда я тоже добавлю белый клей. Такой вот белый клей. А еще вот знаете, что просто чисто по приколу я пшикну сюда краску для волос. У нее очень красивый цвет. Прям такой ярко-ярко-розовый. Но мы добавим его немного. Главное делать это все аккуратно. Достаточно, думаю. Все, вроде бы все чисто. Теперь я заливаю это еще немножечко воды. Прям немного вообще. И ставлю в микроволновку. Ну вот, прошла примерно минута в микроволновке. У нас тут все растало, в том числе и сам слайм. Поэтому вновь это все перемешиваем. Я люблю больше всего улучшать прямо именно слайм при помощи микроволновки. Потому что, ну, это получается проще всего. И все-таки я решила, что эти посыпки мне не нужны в этом слайме. И мы сейчас сделаем с вами весьма хитрый ход. Смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Этот слайм и так уже достаточно горячий. Мы все смешали. Сейчас мы ставим этот слайм еще надольше в микроволновку, чтобы он стал прям как вода. А потом мы это все через ситице процедим, чтобы все посыпки остались в сите. И шарики тоже. А жижа слилась в тариночку. Так вот хитрое придумано. Надеюсь, у нас получится. Мы ничего не испортим. Поэтому ставим еще надольше в микроволновку. Все, ребятки, сейчас все прям отлично. У нас супер горячий слайм. Короче, надеюсь, что у нас сейчас получится. Буду экспериментировать. Так. И что оно? О! Смотрите, чистый слайм выливается без добавок. Все, у нас получилось. Все, это, конечно, будет долго. Ну, хотя нет, не долго. Не особо. Зато классный слайм получится. Просто я уже чувствую, что этот слайм получится крутой по текстуре. И как бы не хочется его, это, что-то ему не доделать. Достаточно быстро, кстати, все происходит. У нас прям выливается все чистенько. Даже маршмону шарики можно было изначально не вытаскивать, как оказалось. Я думала, это будет дольше. Но я уже почти все сделала. Изисис, хорошо. Так, и последней капельки уже осталось нашего слайма доделать. Все, ребят, получилось просто идеально. Посмотрите, что у нас тут теперь. Просто клей. Значит, мы можем добавлять сюда другие добавки. И у нас будет абсолютно другой слайм. Вообще другой. Итак. Окей. Теперь нужно будет подождать. Вообще желательно, чтобы этот слайм остыл, а только потом его загущать, потому что он все равно сейчас остынет, станет потверже. А пока что можно подобрать к нему посыпочки. Я все-таки решила, что добавлю сюда побольше розового. Думаю, это не будет лишним. Немножечко замешаем. Да, вот сейчас оттенок стал еще красивее. Поэтому да. Выбираем добавки. Я добавлю сюда вот такой вот микс с посыпками. Он достаточно необычный, потому что тут креветки, роллы и слаши. Он очень круто сюда подойдет. Так. Ну, а я чувствую уже по тарелке, потому что слайм уже остыл, поэтому можно загущать его. Я добавила активатор, надеюсь, не переборщила. Мне так нравится этот слайм тем, что мы вообще его сделали абсолютно другим. И по текстуре... Да, вау! Он очень крутой. Посмотрите, какой слайм у нас получился. Кстати, можно тут вот собрать. А сладкий. Вот. Я, возможно, немножечко перезагустила, но мы знаем, как его размягчить. По текстуре получился просто шикарный слайм. Да и выглядит прикольно. Я, кстати, первый раз заюзлась в добавки. И мне они очень нравятся. Так что всем советую и рекомендую, мои дорогие. Мне нравится. Ну что же, вот такие слаймы у нас с вами получились. Честно, я не думала, что получится настолько круто их улучшить. Теперь с этими слаймами я буду постоянно играть. И, скорее всего, они придут в какой-то момент негодности, и нам придется их опять улучшать. Ну что ж, на этом данное видео подходит к концу. И я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. А также отвергать колокольчик, который находится рядом. Не забывайте, что есть в других соцсетях лайки, инстаграм, ссылочка на них всегда есть в описании. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. И всем пока-пока!